потрудиться, и команду операторов тоже это заснять, потому что у меня периодически возникает желание именно поделиться со всем миром, что происходит перед причастием. Какое слово Бог нам дал, какое обетование через Священное Писание? Потому что это таинство. Это церковный обряд, который имеет невероятное значение, невероятную силу, невероятную власть, невероятную привилегию, не все могут причащаться, за что-то не наносички и раскрытут вам, и некоторые, к сожалению, не хотят, не взыскали достаточно. Не запуискали достаточно. Ну, кому открыто? Ну, какое раскрыто твое? Получая через причастие невероятную благодать. Через причастие получала невероятную благодать. И я хочу сегодня вместе с вами открыть Ивангелие от Иоанна. Шестая глава. Шестая глава. С 47 стиха. От 47 стиха. Слова нашего Господа Иисуса Христа. Думайте на наш Господь Иисус Христос. И он говорит. И то и казва. Перевод вы можете смотреть на проекторе. И мы привод на проекторе. Истинно, истинно говорю вам. Верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есим хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя. Который я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им. Истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища. И кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый отец, я живу отцом. Так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек. Удивительные слова, правда? Удивительное, трудное для понимания места из Писания. Настолько трудно, что иудеи того времени они говорили между собой. Кто вообще это может слушать? Он призывает нас есть плоть его. Той призывава да едем неговата плоть. Да пием неговата кровь. Вы знаете, что для евреев, как и для нас, обращенных из язычников, употребление в крови есть тяжелейший грех. И тут кто-то предлагает съесть его плоть. И выпить его кровь. Представьте си сегодня такую ситуацию. В вашей жизни появился человек. Многими почитаемыми. Уважаемые. Уважаемые. Совершивши уже много знамен и чудес. Кое-то совершил много знамен и чудеса. Исцеление. Исцеление. Но он в один момент говорит вам. Но в один момент выказывал. Съешь меня. Яшмей. Вот моя плоть есть истинная пища. Моя-то плод и храна. А моя кровь есть истинная питья. А моя-то кровь и истинная питья. И если ты это сделаешь, то жить будешь вечно. А как его направишь, ты живешь вечно. Знаете, если бы мне сказали сегодня, у меня такое. А кто-нибудь из видимых людей, которых я даже знаю давно, и очень уважаю, я бы подумал, что это сумасшедший человек. Ну, он просто сошел с ума. Просто и поудял. Это какая-то паранойя. Това не какого паранойя. Я бывший психиатр, врач-психиатр. Я встречал свою жизнь Иисуса Христов. И я с ним встречал през животами Иисуса Христове. Лично был знаком. Лично ги познавах. Но это были видимые Иисус Христы. Те са были видимые. Которые говорили, что они Христы. Кои доказваха, че те са Христос. И одного из них я даже знал. Я с ним вырос в одном дворе. Я говорю, Саня, что ты такое несешь? Мы же с тобой в одном дворе. Он мне говорит, так не все и так и говорят. Мы с тобой выросли. Мы знаем даже твоего отца и мать твою. И в Евангелии так написано. Ничего не изменилось. Но ничто не все променило. Ну, вы знаете, вот. Что это? Какое твое? Я хотел бы сегодня спросить. Кто имел право сказать такое? Чьи это были слова? Если бы это сказал человек, то я думаю, что бы то, что его потом признали за безумца, и даже если бы его убили, то это было абсолютно бы нормально. Но в данном случае мы говорим об одном удивительном исключении. Я задам сегодня вам такой вопрос. Есть только одна личность, которая имеет право так говорить. И это вполне будет разумно. Я приведу ответ из Евангелия. Ще ви кажу отговор в Евангелието. Знаете, когда другие ученики услышали эти слова, когато другите ученицы са чули тези думи, иудеи, фарисеи, юдеите, фарисеите, кои все еще шли за ним, които все още са върдели след него. Но после этих слов след тези думи все оставили его. Всички са го заставили. Все они подумали, что он сошел с ума. Всички помислиха, че той поудял. И тогда он разворачивался к своим ученикам, к двенадцати апостолам. И говорит, может и вы хотите уйти? И что они ответили? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Куда нам идти? Ты имеешь глаголы на вечный живот, кога не доходим. Знаете, вот это является ответом сегодня. Тот, кто вкусил, глаголы вечной жизни. Тот понимает, о чем идет речь. Мы понимаем, что во время трапезы Господней, мы принимаем хлеб. Моца, пресный хлеб. Мы принимаем моцу как прообраз плоти. Мы не едим плоти, правильно? Мы не едим истинский плот. Мы пьем вино или виноградный сок. Не пьем вино или грозный сок. Как прообраз крови Христовой. Как прообраз на Христову кровь. Но вы знаете, на самом деле, когда ты вкусил глагол вечной жизни, вот написано, что посредством водной бани, посредством слова очищены вы. Посредством водной бани, посредством слова когда ты вкусил сладость слова, някога сам опитал сладостта на словото. Оно дало мне жизнь. То и то мне дало живот. Оно дало мне духовное здоровье. То мне дало духовное здоровье. У меня появилась жажда. Появился жажда в древне. Растущий организм. Като организм, который растет. Вот родился человек свыше. Родился человек свыше. И вот в нем уже родился маленький Иисус Христос. И в него се родил малък Иисус Христос. Младенец. И он хочет кушать. И той иска да еде. Поначалу он хочет кушать какое-м? Словесно молоко. Правда? И иска да еде словесно мляко. И мама кормит его. И майка да го хранит. Иногда несколько месяцев. Иногда несколько лет. Раньше детей кормили пока ребенок сам не откажется от груди. Сейчас если месяц покормят то это уже считается хорошо. Но вот ребенок вырастает ему нужна твердая пища. Ему нужна еще больше и больше пищи. И вот я сейчас говорю про жажду. Вы знаете кто хочет есть? Кто приходит в церковь? Жаждущие и кой-то гладуют. Тех у которых родился внутренний человек и он требует пищи. Если он растет ему нужна пища больше и больше и больше больше . Понимаете о чем я говорю? Потому что растущий организм больше протеинов еще больше углеводов еще больше витаминов потому что мне надо расти. Потом когда человек вырастает потребность в протеинах витаминах углеводов уже не такая. Мы объелись нам проповеди становятся неинтересными. Почему? Потому что мышцы стали дряхлыми. Потребности нет. С проповедей уходим. Я это уже слышал. Библию я уже читал. Мне это неинтересно. Вы знаете, кто так может сказать? духовный старец который уже состарился весь сморщился и ему ничего не надо для потребности. Я утром встал кусочек съел стаканчик выпил и ничего не Печальная картина, правда? Но это то, что происходит в физическом мире и это то, что происходит в религиозном мире. состояние мертва религия когда в мертва церковь приходят уже мертвые религиозники и читают буквы, которые убивают и избегают духа, который животворит. Что делает дух? Он животворный дух. Знаете, для вас радостная вещь. Писание обещает даже в старости мы будем сочны и плодовиты. Я не могу состариться в Господе, потому что юность моя написана обновляется. Аминь или аминь. И у меня постоянная жажда и постоянное алканье, постоянный глад, который говорит о том, что я расту. Я в 60 лет могу расти духовно. И это мое решение. Пока я буду следовать за Господом, я буду постоянно обновляться и мне нужно еще больше протеина, еще больше тверда пищи, потому что мои мышцы духовные растут. Аминь или не аминь. Поэтому будем расти ходить в живые церкви. Будем любить и следовать Слово. Живое Слово. Слово живого Бога. И исполняться Духом Святым, который есть Дух животворящий. Понимаете какая потребность? Я благодарю Бога за то, что я в такой церкви, где мы можем прослушать Слово Божие, потом принять причастие, потом остаться на библийский час, вместе сесть за стол пообедать. Сегодня нас ждет прекрасный обед. Сестра Ульяна так старалась еще со вчерашнего дня. Целую ночь мне снилась какая-то кулинария на фоне этих запахов, которые витали. целый ночь циновых некакой охраны. За что ты миришь еще много вкусных. Поэтому знаете, кто будет сегодня виновником обеденного торжества кулинарии. Я сегодня хочу ответить. Кто же может так сказать? Кушайте мою плоть. Пейте мою кровь. Я начну с книги Бытия. Вы знаете, он есть тот в третей главе написано так. Бог проклинает змея. То есть прообраз дьявола. И говорит ему вражду положу. Помните? Между семенем твоим и между семенем жены. И ты будешь поражать его, кусать его в пяту. А семя жены будет поражать тебя куда? В голову. А кому это? Вы знаете, никого в Писании не называет семя жены. Это странно. Есть семя на Авраам. Есть семя на Исаак. Есть семя Давида. А кто есть семя жены? Есть только одна личность, которая была зачата непосредством мужа, посредством Духа Святого. Только он есть семя жены. Представляете, это одно из мощных пророчеств, которое не оставляет никаких сомнений. О ком идет речь? Кто он? Книга Исход. Он есть пасхальный Агнец. В книге Левит. Он наш первосвященник. Книга чисел. Он столб облачный днем и столб огненной ночью. Во Второзаконии он был голосом к Моисею. В книге Иисуса Навина он великий полководец и завоеватель. В книге Судьи он наш законодатель и судья. В книге Руф он наш великий избавитель. В первой и второй книге Царств он наш испытанный пророк. Вы знаете, как раньше пророков испытывали? Если пророк говорил и исполнялось, и это продолжалось в течение какого-то времени, это испытанный истинный пророк. А если он говорил и не исполнялось? Это ложный пророк. И что делали с таким лжепророком? Израиль побивал их камнями. Но кто есть наш истинный пророк? Кто говорит и сам исполняет? И это исполняет? В 3-4 книги цар и паралипоминон он раскрывается нам как великий царь. В книги Ездра он наш верный советник и летописец. В книги Неемия он восстановитель разрушенных стен людских сердец. В книге Исфир он наш Мардахей. В книге Иова он наш Искупитель. Смотрите как Иова восклицает. В книге Иова 19 глава 25 А я знаю Искупитель мой жив и он в последний день восставит из праха плоть мою Искупитель жив книга Иова древнейшая книга в Священном Писании она была написана еще до Моисеева Закона. Там ни разу не упоминается ни Моисей ни Авраам ни Исаак ни один из патриархов потому что это очень старая книга Иов восклицает Мой Искупитель жив Вы Вы понимаете о ком идет речь А это было еще до Моисеева Закона Поэтому Ивангелие Иоанна говорит что Закон был дан через Моисея Благодать же истина Через кого Слава нашему Богу Я уже начинаю слышать ответ Издалека тихо Я надеюсь что у вас голос возвысится скоро Потому что я буду продолжать пока вы твердо не скажете В псалмах Он наш пастор Знаменитый 22 псалом В притчах в книге Экклесиаст Он наша мудрость В песне Кто наш возлюбленный жених Знаете невероятная книга одного из самых больших пророков Пророк Исаия Он раскрывается как князь этого мира Знаменитая Исаия 9 глава 6 стиха Что там написано? Как можно вообще перепутать? Как можно не верить? Как можно не понять? А там написано Младенец дан нам Аминь Кто младенец? Как се роди дете Аминь Слава Богу И в конце написано Князь мира И в края пише Князь на мира Сын нам дан Владичество на раменах его Так и в русской библии написано На старо славянском языке И дадут ему имя Что ему дадут имято Чудный Чуден Советник Советник Бог крепкий Бог могушт Кто Бог крепкий? Кто могушт Бог? Кто отец вечности? Кое отец на вечность? А как можно так вообще сказать? За кого можно И Библия не оставляет Никаких сомнений И особенно в 53 главе Давайте мы вместе откроем 53 глава Пророк Исаия Со второго стиха Невероятно Ни с кем не перепутаешь Ибо он зашел Пред ним Как отпрыски Как раз ток Из сухой земли В синагоге Это запрещено К прочтению Потому что Сразу все поймут И сразу Все станет понятно Я имею ввиду Ортодоксальную синагогу Потому что О ком идет речь? За кого става дума? Нет в нем Ни вида Ни величия И мы видели его Перевод есть И не было в нем Перевод не выставили? Я думаю Ты будешь переводить? Или И мы видели его И не было в нем вида Который привлекал бы нас к нему Он был презрен И умален Пред людьми Муж скорби Изведавший болезни И мы отвращали от него Лицо свое Он был презираем И мы ни во что не ставили его И ни во что не ставили его А вот там наверное нет Но он взял на себя Наши немощи И понес наши болезни А мы думали А мы думали что он был Поражаем И наказуем И не чужен Богом Но он изъязлен был За грехи наши И мучим За беззаконие наше Но той биде наранен Поради наше преступление Бид биде Поради наше беззаконие Наказание мира нашего Было на нем На него дойде Наказанието Докарва Что наш мир И ранави Его мы исцелились И с него Витя ранее Ние се исцелихме Все мы блуждали Как овцы И всички Ние се забудихме Като овцы Собратились Каждый на свою дорогу И Господь возложил На него грехи Всех нас И Господь возложил На него беззаконие На всички Ние Он изъязуем был Но страдал добровольно Как овца Виде он был на заклание Както агне Водено наклание Как агнец Предстригучим Его безгласен И като овца Която предстригачите Си не издава глас Так он не отверзал Уст своих Така той не утворил Устата си От уст и суда Он был взят Чрез угнетителен Суд биде грабнат Но род его Кто изъяснит А кой От миговия род Рассаждаваше Ибо он Отторгнул Те земли живых Че биде Отсечен От сред земята На живите За преступление Народа Моего претерпел Казни Ради преступление На моите Людей Върху Които Трябваше Да падне Удар Ему назначили Груп Со злодеями Но он Погремен У богатого Но по смертта Му При богатия Потому что Не сделал греха Защото Не извършил Неправдата И не было Лжи в устах Его Нито измама Нимаше В устата Му Но Господу Угодно было Поразити его И он предал Ему мучение Но Господ Благоволи Той да бъде Бит Предадай Го на печал Когато направиш Душата Му Принос за грех Ще видя Потомство Той ще Продолжи Дните си И това В което Господ Благоволи Ще успее В ръката Му В което Господ Благоволи Ще успее В ръката Му На подвиг Души Своей Он будет Смотреть С довольством Ще видя Плодовете От тръда На душата Си Ще се Праведник Раб мой Оправдаят Многих И грехи Их На себе Понесет Праведният Мисслужител Ще оправдае Мнозина Через знанието Им за него И той Ще се Натоваря С беззаконията Им За това Ще Му Определи Дяло Между Великите И той Ще Раздели Корист С силните Защото Изложи Душата Си На смърт Их Злодеем Причтем Был Тогда Как Он Понес На себе И защото Взе на себе Си греховете На мнозина И хода Тайства За престъпниците Смотрите Я прочитал Почти Всю 53 главу Почти Цялата 53 глава Кде Произнесено Очень Ватак Жата Десятки Пророчеств Которые Были Написаны За Нескако Веков До Пришествия Нашего Спасителя Несколько Десятков Пророчеств А Исполнились Они На ком За Один Короткий Промежуток Времени Они Исполнились Только На Одной Личности Сможете Сказать Аминь Кто Он Писание Не Оставляет Никаких Сомнений Писание Писание Не Уставя Них Сомнений В книге Еремия Он Праведная Ветвь В книге Плач Еремия Он Стенающий Пророк В Езекиле Он Ангел С Четырмя Лицами В Книги Даниила Он Четвёртый В Раскалён Печи В Книги Осия Он Верный Муж В Книги Иаиля Он Тот Самый Кто Крести Святым Духом В книге Амоса Он Несёт Наши Бремена На себе Авдия Он Сильный Спаситель В книге Ионы Он Наш Миссионер В книге Михея Он Истинный Посланник В Наума Утверждающий Божий Выбор В Авакум Он Божий Евангелист В книге Сафония Он Наш Спаситель В книге Агея Он Восстановитель Божьего Наследия В книге Захария Он Наш Источник Который Открыт Дом Давида В книге Малахи Он Сын Праведности Приносящий Исцеление И последние Я сейчас Говорил Только из Старого Завета Я затронул Все книги Ветхого Завета Кто-то Говорит Старый Завет Он Устарел Но только Не в отношении Одной Личности Который Сделал Когда-то Невероятное Заявление Кушайте Мое Плоть Потому что Она Есть Истина Ваша Пища И Я Приведу Всего Лишь Первые Несколько Книг Уже Нового Завета В Евангелии От Матфея Он Наш Мессия В Евангелии От Марка Он Истинный Чудотворец В Евангелии От Луки Он Сын Человеческий В Евангелии От Иоанна Он Раскрывается Как Сын Божий Который Есть Сама Любовь И В книге Деяния Он Посылает К нам Кого Святого Духа И Сам Раскрывается В силе Святого Духа В тех Которые Поверили В Него И Стали Его Верными Учениками За Кое Сега Говорих Остается Ли Нас Какие Сомнения Кто Мог Сделать Такое Заявление Которое Из Его Уст Звучит Очень Логично Бог Нам Сегодня Что Предлагает Я Открыл Вам Путь Если Вы Будете Этим Питаться То Будете Иметь Жизнь И Жизнь Вечную Знаете Когда Ты Изучал Диетологию Один Из Самых Известных И Великих Диетологов Этого Мира Шелдон Он Сделал Такое Заявление После Всех Своих Исследований Он Сказал Так Человек По своей Физической Структуре Есть То Что Он Ест Если Мы Едим Рыхлую Разваленную Пищу Мы Сами Становимся Рыхлыми И Разваленными Когда Мы Едим Твердую Пищу Сочную Свежую Мы Сами Становимся Твердыми Сочными И Свежими Ну Знаете Это То Что Касается Нашей Плоти А Что Касается Нашей Души Чем Писание Призывает Нам Питаться Я Могу Повторять Слова Шелдона Много Раз По Своей Душевной И Духовной Структуре Мы Есть То Что Мы Принимаем Пищу Ментально Что Мы Кушаем Своим Сердцем Своей Душой Что Мы Кушаем Билетристику Желтую Пресу Мы Сами Становимся Желтыми Оранжевыми Оранжевыми Читаем Смотрим Только Какие-то Политические Новости Становимся Злыми Агрессивными Агрессивными Ну Когда мы Питаемся Словом Божьим Кто Есть Иисус Христос Писание Называет Его Имя Он Есть В книге Откровения Слово Божье Вот Что Предлагает Нам Есть Иисус Христос Кушайте Слово Божье Кушайте То Что Я Вам Сказал Говорит Иисус Христос Потому Что Есть Хлеб Сшедший С небес Слово Которое В определенный Момент Слово Бога Всемогущего Которое В определенный Момент Ивангелие От Иоанна Первая Глава Стало Кем Стало Плоти И обитало Среди нас Полная Благодать Истины Что Я Ем Когда Я Читаю Библию Что Я Пью Когда Я Слушаю Хорошую Проповедь Во Святом Духе Когда Я Читаю Слово Божье Я Ем Иисуса Христа Когда Я Слушаю Хорошее Прославление Как Сегодня Помазанное Прославление Помазанное Слово Божие Дух Святой Льется Оно Наполняет Меня В этот Момент Я Пью Кровь Нового Завета И мы Всего Лишь Исполняем То Что Нам Иисус Христос Заповедал Он Взял Чашу И Сказал Сия Чаша Есть Чаша Нового Завета Сия Пейте В мое Воспоминание Потом Взял Хлеб Преломил Его И Сия Хлеб Есть Плод Аминь Или Не Аминь Вы понимаете О чем я сегодня говорю Вы знаете Когда ты Питаешься Богом Рано Или Ты Постепенно Станешь И так Написано Причастником Его Божественного естества Скажи Я Причастник Божественного естества Когда я Питаю с Его Словом Когда я Пью Святой Дух Я Становлюсь Кость от Кости Так Написано Я Становлюсь Плотя Плоти Его И Я Непрестанно Омываюсь Его Драгоценное Крове И Моя Душа Благодаря Этому Будет Жить Вечно Никогда Никогда Не Умрет Можете Сказать Амин Можете Ли Кажете Амин На Това Нека Бог Обильно Благославя Это Важное Слово Сегодня Това Важно Слово Днес Это Не то Что Я Придумал След Какого Психо Анализа Это То Что Я Прочитал Пропустил Через Себя Через Сво Сердце И Това Мина През Сърце Ми И Дало Мне Благодать На Благодать Я Знаю Кто Мой Спаситель Я Знаю Кто Такой Иисус Христос Вторая Ипостась Бога Живого Которая Слово Божье И В этом Сокрыта Невероятная Глубина Вы Знаете Бог Отец Не И Не 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 Слово Всемогущего Бога Которое Иисус Христос Не И И Дух Всемогущего Бога Дух Христов Святой Дух Не И 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 Особенное Во Второй Ипостаси Своей Какая Привилегия Все Началось Через Слово В Начале Было Слово И Слово Было Бога И Оно Было В Начале У Бога И Все Через Слово Начало Быть Что Начало Быть И Без Слова Ничто Не Стало Быть Что Начало Быть Вы Понимаете Насколько Важно Использовать Божьи Слова Когда Ты Пропускаешь Божье Слово Через Себя Ты Становишь Чащей Божьего Плана Только Тогда В твоей Жизни Что-то Начинается Потому Что Христос Он Е Си Начало Он И Конец Еще Более Точно С Иисус Христо Все Когда С Иисус Христа Все Когда Началось И Все Когда Закончится И Все Мы Пред Христом Дадим Отчет Но Самому Иисус Христа Не Было Ни Начало И Конца Не Будет Потому Что Он Вечно Существующий Написан Который Вечно Существует В Недре Своего Отца Это Тоже Евангелие От Иоанна Первая Глава Девятнадцатый Стих Я Даю Сегодня Очень Твердую Пищу Может Кому Она Сегодня Не Откроется Но Мы Будем Молиться Чтобы Рано Или Поздно Это Было Открыто Для Каждого Из Вас Тех Сегодня В этом Зале Тех Кто Слушает Нас Тех Кто Читает Евангелие Или Узнали Сегодня Весь Старый Завет Об этом Говорит Все Писание Говорит Только Об Одном Аминь Есть Только Один Спаситель Есть Только Один Ходатай Есть Только Один Целитель Между Богом И Человек И Хор Человек С Большой Буквы Написано И Иисус Христос Который Есть И Человек На Сто Процентов Который Есть Бог И Также На Сто Процентов И Опять же Еще Одно Таинство Правда Но Духовный Разумеет Обо Все Написано А Душевный Что Душевный Почитает Это Безумие Вот Сегодня Кто-то Слушает Меня Может Няко Мя Слушает И Может Кажет Пастора На Пылную Полудел Не Важно Что Обо Мне Говорит Бог И Писание Описание Говорит О том Что Юродством Проповеди И Писание Оказывает Что Юродство Тво Проповед Поэтому То Что Я говорю Сегодня Для Кого-то Юродство А для Кого-то Спасение Так И Написано Юродством Проповеди Спасает Вас И до Нынешнего Дня Будьте Благословлены Братья И сестры Я Хотел Сегодня Попросить Пастора Андрея Пастора Романа Помочь Мне Спасибо Большое